Библейский портал экзегет.ру представляет В рамках проекта экзегет.ру толкование на Евангелие от Матфея глава 15 Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб? Он же сказал им в ответ, зачем вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитая отца и мать, и злословище отца или мать смертью да умрет А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня мог пользоваться Тот может и не почтить отца своего или мать свою Таким образом вы устранили заповедь Божию, преданием вашим Лицемеры хорошо пророчествовал о вас Исайя, говоря Приближаются ко мне люди сии устами своими И чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим И призвав народ, сказал им, слушайте и разумеете Не то, что входит в уста, оскверняет человека Но то, что выходит из уст, оскверняет человека Начинается 15 глава с замечания о том, что приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи Что это значит? Это значит, что самые что ни на есть ортодоксальные религиозные вожди Непрестанно находились при Господе Они следили за Иисусом и старались всячески уловить Его Уловить в том смысле, чтобы поймав Его при совершении какого-то чуда Или, может быть, при произнесении каких-то слов Развенчать Его в глазах народа, как истинного Мессию И вот в данном случае пытаются они поставить на вид Господу То, что Его ученики не умывают рук своих, когда едят хлеб То есть в данном случае нарушают религиозные установления Которые в традиции были у ветхозаветных иудеев Но Господь в данном случае отвечает им Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего То есть Христос показывает, что то, что нарушают апостолы И то, что во многом нарушал Он Это и есть заповедь, придуманная людьми Но выше заповеди человеческой Заповедь Божия А какая заповедь Божия? Вот в данном случае Господь здесь приводит такую Бог заповедовал, почитая отца и мать И злословище отца или матери смертью да умрет А вы говорите, если кто скажет отцу или матери Дар Богу то, чем бы ты от меня мог пользоваться Тот может и не почтить отца своего или мать свою И вот таким образом человек устраняет заповедь Божию Преданием вашим Надо сказать, что фарисеи и книжники имели лукавую совесть Лукавая совесть это совесть, которая может продать абсолютно всякий грех Вот в данном случае мы понимаем, что по всей вероятности доходило до чего? До того, что мог фарисей или книжник посвятить Ну скажем, даже свое свободное время Тому, чтобы читать книгу закона Или тому, чтобы писать какую-то рукопись Переписывая ту или определенную книгу И в это время, вместо того, чтобы помочь матери или отцу Он, называя свою работу работой во имя Божия Отказывался им помогать И в данном случае Христос упрекает их за жестокосердие За которым не видится никакого абсолютного милосердия по отношению к людям И Господь говорит лицемеры Вот в данном случае лицемеры он называет их по очень простой причине Они прикрывают свою греховность и свои страсти делами закона Хорошо пророчествовал о вас Исайя Приближаются ко мне люди сии устами своими Чтут меня языком, а сердце их далеко отстоит от меня Но тщетно чтут меня учением, заповедем человеческим Но в данном случае и есть точная констатация Той праведности, которую имели книжники и фарисеи Это почитание Бога устами своими и языком А сердце далеко отстоит от Господа Но все это четно говорит самовоплотившийся Бог И дальше Господь начинает произносить очень важную притчу Или приточный образ вводит Слушайте и разумеете не то, что входит в уста, оскверняет человека Но то, что выходит из уст, его оскверняет человека Тогда ученики, приступив, сказали ему Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово, сие заблоснились Он же сказал в ответ Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил искорениться Оставьте их, они слепые, вожди слепых Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму Но в данном случае о чем эти слова Мне кажется, что Христос вот этими словами хочет свидетельствовать о чем О том, что гордость человеческая, которой страдали Которая непомерно была развита у книжников и ворисеев Она ослепляла их А когда человек ослепляется, пусть источником света Ложного света, в данном случае можем мы сказать Он становится слепым Он не знает, куда идти Он начинает водиться только собственным плотским удрованием Вот в данном случае Господь говорит Оставьте их, они слепые, вожди слепых Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму Рано или поздно Вот эта гордость, которая ослепила умы фарисеев Приведет их к великому падению Что, как мы знаем, конечно, в принципе и случилось А Петр, отвечая, сказал ему Изъясни нам притчу сию Иисус сказал Неужели и вы еще не разумеете Еще ли не понимаете, что все входящее в уста Проходит в чрево и извергается вон А исходящее из уст из сердца исходит Сия скверняет человека Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния Любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления Это оскверняет человека А есть неумытыми руками Не оскверняет человека Ну, по сути дела, вот эти слова Христа, которые сейчас мы прочитали Есть ответ на вопрос не только апостола Петра Но и на вопрос книжников и фарисеев Вопрос в начале главы звучит Так, зачем ученики твои приступают к преданию старцев Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб В данном случае, вот эта ритуальная чистота Которая пыталась соблюдаться через омытие рук или лица И смывание, ну, физической скверной По сути дела, это только ритуал, это только обряд Ничего того, что действительно могло бы осквернить истина Дух и душ у человека не происходило Нужно бояться другого, говорит Господь Нужно бояться именно того, что исходит из сердца человека Оно оскверняет человека Оскверняет, то есть делает его негодным для Царства Небесного И вот все то, что дальше произносит Христос Злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления Все оскверняет человека По сути дела, это есть, ну, что ли, такое, ну, постоянно присутствующее в сердце человека Грешника, то, что в виде источников постоянно переполняет сердце И в данном случае заповедь Христа следить за сердцем своим Исполнять заповеди Божии Оно направлено исключительно на то, чтобы увидеть в своем сердце вот те скверные вещи Которые делают нас негодными для вхождения в Царство Христа И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские Вот женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется Он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его Отпусти ее, потому что кричит за нами Он же сказал в ответ Я послан только к погибшим овцам дома Израилева Она, подойдя, кланялась ему и говорила Господи, помоги мне Он же сказал в ответ Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам Она сказала так Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их Тогда Иисус сказал ей в ответ О женщина, велика вера твоя Да будет тебе пожелание твоему И исцелилась дочь ее в тот час Это событие традиционно называется исцелением дочери-хананьянки Ну вообще сами по себе хананеи Они жили в далекие до Христа ветхозаветные времена И по всей вероятности евангелист Матфея называет ее хананьянкой Ну вот в силу принадлежности какого-то родства, может быть далекого, к жителям вот этих мест Которые в данном случае обозначаются как Тирский и Сидонский Но если мы посмотрели в Евангелие от Марка То женщина называется сирофеникиянкой То есть феникийцы в данном случае населяли уже пределы Тира и Сидона И вот в данном случае мы видим Это чудо свидетельствует нам о чем? О том, что уже среди язычников были люди Которые были наслышаны о величии нашего Господа И она обращается ему именно как к истинному Мессии Называя его и Господином, и Сыном Давидовым И просит исцелить ее дочь Но Христос на первый взгляд произносит довольно странные, может быть даже жестокие слова Я послан только к погибшим овцам дома Израилева В данном случае, с одной стороны, мы знаем, что Христос и апостолам дает заповедь Только погибшим овцам дома Израилева проповедовать А на путь язычников и саморязки не входить Но здесь, мне кажется, скрывается нечто более важное в этих словах Христа Я послан только к погибшим овцам дома Израилева Есть утверждение о том, что Христос приходит только к тем, кто осознает себя погибшим А кто осознает себя погибшим, тот является членом истинного дома Израилева По сути дела, вот этими словами Христос вынуждает эту женщину исповедовать свою принадлежность К тем, кто осознает себя погибшим А если осознает себя погибшим, то, конечно, человек этот не может не каяться перед Господом Не пытаться исправиться И вот следующий диалог нам об этом свидетельствует Она, подойдя, кланялась ему и говорила Господи, помоги мне Он же сказал в ответ Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам Она сказала Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их Вот мы видим здесь удивительную кротость и смирение этой женщины Которые рождаются в сердце человека исключительно от покаяния Но хотелось бы здесь небольшую корректировку в перевод внести Вообще само по себе слово «пес», которое употребляется Однажды мы знаем в Нагорной проповеди Выражение в таком «не давайте святыни псам» И слово «пес», которое стоит здесь, в 26 стихе 15 главы Это термины на греческом языке разные Вот здесь, в данном случае, взять хлеб у детей и бросить псам Вместо слова «пес» Хорошо было бы поставить слово «собачки» То есть, в данном случае, язычники, которые не имели обязанности Исполнять ветхозаветные законодательства Относительно обрядовой чистоты, соответственно, чистых и нечистых животных Часто держали в своих домах маленьких собачек Которые, находясь среди, постоянно вращаясь среди членов семейства По сути дела становились тоже такими членами этих семей Вот это имеет в виду женщин То есть, уподобляя себя, пусть, конечно, не взрослому человеку Даже не ребенку, а вот этому песику Который все-таки тоже достоин снисхождения любви со стороны господина И вот мы видим, что такое смирение Такая кроткость, такая мудрость этой женщины Язычницы, которая не знает истинного учения об истинном и едином Боге Она приводит в духовный восторг воплотившегося Сына Божия И Христос произносит, что женщина велика, вера твоя Да будет тебе по желанию твоему Ну вот в данном случае, этим событием Священное Писание учит нас, что просимое от Господа А именно то, к чему мы все стремимся Мы можем получать только на путях смиренно-мудрия и истинного покаяния Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому И взойдя на гору, сел там И приступило к нему множество народа Имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих И повергли их к ногам Иисусовым И Он исцелил их так, что народ дивился Видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими И слепых видящими, и прославлял Бога Израилева Ну вот в данном случае, кратенькое замечание Отчасти уже, мы понимаем, неоднократно встречавшееся нам Которое свидетельствует нам о том, что Христос в дни Своего общественного служения непрерывно имел общение с людьми И совершал многочисленные исцеления И хромых, и слепых, и увечных Но в данном случае, все эти исцеления Как нельзя лучше свидетельствовали о Нем, как об истинном Мессии Потому что признаками пришествия в мир истинного Мессии Которые очень четко были прописаны у пророков У великих пророков, таких как Исаия, Иеремия, Иезекииль Они, по сути дела, все были обозначены именно Вот словами о том, что пришедший Мессия Будет исцелять и хромых, и слепых, и немых И из мертвых воскрешать Иисус же, призвав учеников своих, сказал им Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне И нечего им есть Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге И говорят ему ученики его Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа? Говорит им Иисус Сколько у вас хлебов? Они же сказали Семь и немного рыбок Тогда велел народу возлечь на землю И, взяв семь хлебов и рыбу, воздал благодарение Приломил и дал ученикам своему, ученики, народу И ели все и насытились И набрали оставшихся кусков семь корзин полных А евших было четыре тысячи человек Кроме женщин и детей И, отпустив народ, он вошел в лодку И прибыл в пределы Магдалинские Событие, о котором только что мы прочитали Называется традиционное насыщение Четырех тысяч семью хлебами Важно, что событие происходит в пределах десятиградей Поэтому мы можем допустить, что среди присутствующих и слушающих Христа Было немало, наверное, и язычников Но, поскольку о подобном чуде мы сравнительно недавно говорили Здесь, наверное, следует заметить лишь следующее Христос повторяет чудо практически точно Так же, как совершал и насыщение пяти тысяч пятью хлебами Для того, чтобы свидетельствовать апостолам своим А в их лице, конечно, и всему человечеству Что он всемогущий Бог Что не единократно он совершить смог чудо насыщения пяти тысяч А может совершать его постоянно Но не перед всеми и не по всякому поводу Вот небольшое замечание, которое здесь мы имеем То, что при Христе находились люди уже три дня То есть мы понимаем, в течение трех дней они слышали его речи Они принимали его речи Они учились у него И этого было им мало То есть они истинно исповедовали то, что перед ними Сын Божий пришедший в мир грешников спасти Вот именно это расположило Христа по отношению к ним И он насыщает их вот этой, можно сказать, уже пищей Которая является символом хлеба небесного Которая является свидетельством тому Что Царство Небесное – это Царство, где все есть с преизбытком Последние слова именно о том, что еле все и насытились И набрали оставшихся кусков семь корзин полных Вот в данном случае, конечно, это жизнеутверждающее свидетельство Того, что в Царстве Божьем никто не будет ничего лишен Субтитры создавал DimaTorzok